Всем привет! В эфире бой скаутов. Первый подкаст спорта день за днём о футболе. Сегодня обсуждаем. Зенит проиграл Лейпцигу. Позор, кошмар или иначе быть не могло. Нужны ли игроки Спартака второй Бундеслиги? Незнакомец дня. Открытие скаута Дмитрия Нечапаренко. Всем привет! В эфире наш бой скаутов. После некоторого перерыва напротив меня сидит известный футбольный скаут Дмитрий Нечапаренко, который только что вернулся из очередной деловой командировки и успел меня уже крупно выбесить. Вчера на футболе, когда я два часа добирался на стадион, поднялся такой, как странник по пустыне, думал, сейчас я сяду и отдохну. Он поднялся ко мне на встречу и сказал, ну так во сколько же завтра мы пишем этот подкаст? И я в этот момент хотел сбросить его как княжну прямо вот со второго яруса в чертов портер этого комфортного, замечательного европейского стадиона, построенного в Санкт-Петербурге, на котором пройдет скоро финал. Вероятно, я разбился бы, здравствуйте всем, потому что я разбился бы, поскольку людей еще немного собралось в то время, мне не надо на кого приземлиться было бы. Это правда, да, выжил бы не ты в этой ситуации, хотя если бы людей собралось уже много, хотя они стояли в пробках и не могли попасть на стадион, то тогда бы пострадал кто-то другой. Таким образом, ты бы спас человека от неминуемой гибели. Но, кстати, я хочу сказать, что я никак не могу понять, почему так долго добирался, я выйдя из дома, сев в машину и доехав до Крестовского, я успел добраться до стадиона, за 50 минут все в сумме. Возможно, ты был просто раньше меня, в следующий раз я выйду утром на стадион и заранее займу все необходимые места. Ну, в общем, мы на самом деле пришли к чему? Что Дмитрий Нечапаренко и я, Иван Житков, посетили вчера матч «Зенита» и «Лейпцига». Его очень много обсуждают, развернуто все пытаются объяснить, почему Сергей Семак проиграл Юлиану Нагельсману, тем же самым занятием ему были заняты две недели назад, когда то же самое произошло в «Лейпциге». И, в общем-то, пришли к выводу, что с «Лейпцигом» надо бы как будто бы не играть в четыре защитника. Итак, что мы имеем? «Зенит» сыграл в пять защитников три тайма из четырех, один тайм он сыграл в четыре защитника в «Лейпциге». И тот тайм, который «Зенит» сыграл с «Лейпцигом» в четыре защитника, получился лучшим в исполнении «Зенита» в матчах с «Лейпциг». Я просто позволю спросить, поскольку у меня так много матчей, а «Зенит» не является главным приоритетом у меня, то я бы все-таки хотел спросить бы, а разве сразу перешли во втором тайме на пять? Нет, не сразу перешли, в том-то и дело, что там «Лейпциг» сначала занял два мяча, и только потом... Так, а при чем же тогда говоримся, что, все-таки, я считаю, что в этот матч мы играли в четыре, все-таки скорее... Мы говорим о цельном одном тайме. Здесь тоже играли в прошлый матч, вчера играли румбом, заканчивались четыре-четыре-два. Ну, это заканчивали, мы говорим о принципиальных моментах матча. Не будем спорить о глупостях, Дима, а то я опять захочу тебя сбросить. Итаж шестой, здесь у тебя шансов уже не будет. Хорошо. Но я же такой занудный, что меня еще надо суметь сбросить. Сто человек отвалились от подкаста. Вот. Сто у нас минусовой показатель. Ну, хорошо, возвращаясь к этому, в принципе, первый тайм был наиболее хорошим, потому что он был наиболее неожиданным, этот выбор состава. Не сам по себе состав был наиболее хорошим, а неожиданным для Надельсмана, потому что, я думаю, это важно, то, что все-таки Надельсман... Вчера? Нет, наоборот. То тогда как раз-таки, потому что, я думаю, он просто реально не ожидал, что Зенит будет играть в 4 сзади. И к этому нужно было какое-то время подстроиться. Даже не говоря там про схему просто, а по определенной принципу. Тем более, у Лейпцига схема, она все-таки является именно схемой, а не стандартом. Чем дольше они адаптировались, тем было сложнее, но когда адаптировались, все пошло. Я не думаю, что вообще нужно говорить о том, что Семак проиграл Надельсману, проиграл Зенит Лейпцигу и проиграл в том числе все-таки... Я, конечно, зануда, но я все равно понимаю, что люди решают задачи, а не какие-то идеи, которые висят в воздухе. И проиграл просто, я думаю, кадровое наполнение прежде всего. Притом, не надо говорить... Возможно, есть отдельные игроки, которые в своих позициях, может быть, даже у Зенита и сильнее. Ключевой момент в том, что у Зенита просто не хватает игроков со скоростью. Как не хватает сзади, так и не хватает впереди, потому что все-таки Азмун определенной скоростью обладает, но она специфическая. Она не контактная скорость, я бы сказал так, потому что как только приходится бежать уже при силовом одиноборстве, ему много сложнее становится. Его сбивают просто. И плюс он не может делать... Скоростно-силовая работа его. У меня вызывает вопрос в том смысле, что серийные ускорения делать сложно, ему нужно постоянно подзаряжаться. А на фоне Лейпцига это максимально сильно проявлялось. Возможно, сыграли бы с Лейпцигом в августе, было бы одно. Сыграли бы, может быть, в январе, потому что я ожидаю у Лейпциг определенный спад. Может быть, там... Но сейчас он его прошел как раз, так что он будет чуть попозже. Да, я говорю, поэтому возможно, о январе как раз таки, как мне кажется. Но, опять-таки, не погружаюсь сильно в специфику подготовки команды. И я думаю, что просто попали в тот период, когда команда соперника находилась в одном из лучших своих возможных состояний. И шансов я не вижу никакого. Но, на мой взгляд, тактически даже и вчера был выбран правильный план, который максимально лимитировал хотя бы все те угрозы, которые бы несла в себе возможность сыграть более открыто. Вот, вот ты говоришь сейчас о лимитировании угроз. И ты упомянул очень важную вещь про то, что Лейпциг сейчас находится в такой форме, что есть смысл его опасаться. Так расшифруй меня немножко твои слова. Симак, в принципе, вчера тоже на пресс-конференции сказал о том же самом. Он сказал, что мы понимали, что они быстрее, читая в скобках, мы знали, что они выиграли последние два матча 6-1 и 8-0. На трибунах присутствовал Алексей Борисович Миллер, добавлю от себя, с чем я связываю свое долгое попадание на стадион, дай бог здоровья, руководителю «Зенита». Так вот, скажи мне, пожалуйста, может ли быть такое, что тренерский штаб действительно отталкивался все-таки слишком прямо от земли и держал в уме вариант, что могут накидать полную кошелку и здесь, и поэтому минимизировал риски настолько, что разозлил собственных болельщиков. Ну, просто опять-таки, я вернусь к классику, ожидания – это ваши проблемы. И, на мой взгляд, просто я общался с человеком, который в футболе, внутри футбола, он судит, например, Лигу и как бы… Катруков. Нет, другой, сразу же, меня не надо искать даже где-то здесь, но просто я хочу сказать, что я очень уважаю его мнение, он понимает футбол, но просто он не следит за ним глубоко, как за процессом. Так никто, ни один из, по-моему, судей не следит за футболом, как за процессом. И поэтому для него Лейпциг – это как бы средняя команда, после первого матча он говорил, мне обидно, что говорит, вот «Зенит» так проиграл. Слышно. Да, и поэтому он говорит, я вполне допускаю, что «Зенит» выиграет уверенно дома. Ну, как бы теперь мы вот посмотрели это, потому что просто для многих сильно влияет восприятие от имени, и пока еще люди просто не выучили, они эти… Ну, слушай, а иногда кажется, что футболисты тоже иногда, вот, восприятие у них от имени, что вот вчера, мне вчера показалось, что после игры очень многие футболисты были немножко в шоке «Зенита», когда они уходили. Ну, я не знаю, я не видел. Вот просто, понимаешь, боди-лэнгвидж, да? Я попытался уехать побыстрее. Ты меня просто боялся за свои поступки, ты отвечать не хотел. Так вот, ты, точнее, не ты, а я заметил, что они действительно были какие-то совсем побитые, знаешь, морально подавленные. Я думал, что только что они отпахали. Нагельсман, кстати, сказал очень хорошую вещь. Мы, говорит, устроили нападающим «Зенита» такую жизнь, что они очень плохо будут спать сегодня ночью, сказал наглый тренер, которого ты вчера назвал «мерзковатым». Кстати, зачем ты называешь Нагельсманом «мерзковатым»? Я, подчеркиваю, визуально, мне кажется, он немножко «мерзковатым». А чем тебе так не нравится? Ну, я привык, что… Что тренер должен быть такой смрачный, такой угрожай философа, да? Нет, 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 это немецкие тренеры, у меня остыливаются такие, которые в кроссовках, в кепке, в очках. Так это Юрген Клопт, а не немецкие тренеры. Ну, нет, у него были такие предшественники, которых я еще в начале 21 века видел. Ты еще Хельм Матушенов вспомнил. Ну, да, тоже хороший вариант. Просто, ну, мне кажется, что все-таки как тренер он мне очень нравится, вопросов нет. И, в принципе, мне плевать, какой он как человек, но просто визуально, мне кажется, немножко позерство в нем присутствует. Ну, то есть, ты такой, знаешь, ты помидор и любишь, кучить люблю, так нет, да? Да. Понятно. Определенное развитие у клуба есть, и очень быстрое развитие, потому что, например, мы, кажется, мы видим… Которое абсолютно ключевое в трактовке понятие, что такое Нагельсман, да, это как его реакция на то, что происходит на поле, на его умение работать с составом в онлайне, да? То есть, не то, что ты там заготовил план на игру и уснул. Безусловно, безусловно. И это и есть, при том, что нужно понимать, что, на мой взгляд, за последнее время, когда был Хассенхютель, потом Рангник и сейчас Нагельсман, на мой взгляд, то, что при Рангнике, который, по сути, тренером перестал быть и вернулся просто к этой… Кстати, подожди, его сейчас Баварию кандидатом называют. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь, потому что он слишком… Вовлечен в процесс внутри, я думаю… Он попытается всех заставить кружиться вокруг себя. Тем более, насколько я понимаю, он сейчас просто реально очень значимую фигуру уже вообще в самом концерне, не только в клубе. Конечно, конечно. Он работает над другими проектами. Да, и я думаю, что поэтому это слишком такой шаг, который может откинуть его в долгосрочной перспективе от более важных вещей. Только есть, знаешь, в чем, что он… Все-таки Лейпциг, он появился не в малой степени поспособствовал Бавария, да, потому что они консультировали, им оттешиться, да, когда они там себе искали и место, где им там развиваться и так далее. Когда их гнали изо всех городов поганой метлой, говорили, нам ваши бабки вонючие не нужны. И в итоге они нашли Лейпциг, вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле. Вот, но это было, кстати, по совету Ули Хернеса, между прочим. А, интересно. Когда их послали из Берлина, Дюссельдорфа, а так всюду просто, где не было более-менее нормальной команды. Спасибо за этот интересный отсыл, но вернемся к нашей, так сказать, основной дороге, о том, о чем мы говорили, что… О чем мы говорили? А мы говорили о том, что ты хотел сравнить Нагельсмана с Рангником, Хазенхюль. Да, я тебя проверил просто. Ну, у меня еще нет пока этого, как старческого. Этого, а дальше, Ваня, вылезет только к концу программы. Если говорить то, что, мне кажется, Рангник, футбол при Рангнике был намного более цельным, чем при Хазенхюль. Потому что мне вообще кажется, что при Хазенхюль это был один из худших Лейпцигов в протяжении того, что… Ну, худший, не худший, это была игра, она ориентирована на второй мяч все время. Это не скрывал сам Хазенхюль, он говорил, что для меня важно, чтобы мы все вовремя прибежали на подбор и затолкали. На мой взгляд, это был немножечко отход от того, вообще вот этого концепции, который… Ну, не то, что отход, но не идеальная трактовка того, во что пытается играть. У меня такое ощущение, что ты его и уволил. Потому что, когда Зенит проигрывал Лейпцигу Хазенхюль два года назад, как раз уже в это время поползли слухи, что вроде как у него бурнаут и какой-то разлад с руководством. Руководство от него хочет того, что он дать им не может. Ну, и в итоге, в итоге они действительно разбежались. Ну, у Солденко нет, сейчас нормально. 0-9 получил. Ну, потом поборолся сейчас. Почему лично? Ну, я думаю, что… А он выглядит так, знаешь, как будто он сам готов на второй мяч пойти. Нет, вот он визуально похож как раз на тех тренеров, которые для меня ассоциируются с немецкими тренерами. Ну, прости Юлиана, что он так твои стереотипы разрушил. В конце концов, я уже не знаю, как читаю книги, я же не знаю, как выглядели писатели. Я буду воспринимать так же и Надю Смана. Просто буду стараться не думать, как он выглядит. Я рад, что мы пишем сегодня этот подкаст, потому что я сегодня узнал, что Дима читает, оказывается, книги. Продолжай. Ну, пока не знаю, картины с изображениями писателя не смотрю. Вот, это следующая стадия. Тем не менее, я думаю, что при Рангники очень был качественный футбол, который работал именно в мелочах. Очень много было подстройки игроков друг под друга. То есть, ну, это именно работа была. И это было интересно смотреть, потому что человек, который долго-долго не работал тренером, потом появился и знал, что он, в принципе, приходит только на временную должность в этом отношении именно. И сейчас, Надю Смана, в начале сезона, я считаю, это был определенный откат, то, что я видел. Но, насколько быстро он отдал. Я пришел этот откат, занял такую стойку кобры. Нас не видят. Ожидал, что где-то я уже что-то под столом затянул. Да, Дима, Дима, ты как натренированный человек в футбольном бизнесе, у меня аж глаза раскрылись, когда ты это сказал. Я жду от тебя трансфера за 40 миллионов. Надю Смана справился с этим откатом довольно быстро и сумел. Мне кажется, что все тренеры сейчас справляются с откатами молниеносно. Но, тем не менее, что сейчас показывает Лейпциг, это действительно очень интересно смотреть. Я очень рад тому, насколько важная роль сейчас в Забицаре, который для меня вообще самый любимый футболист, подчеркиваю, не самый сильный, хотя я думаю, что один из самых сильных в команде. Но просто в плане мышления, это игрок, который просто у меня производит максимальное впечатление, и видно, как его роль трактуется Надю Сманом, приносит огромную пользу. Вся мы видели Диме, который не из-за того, что он забил гол, для меня это вообще был лучший игрок матча по тому, как он создавал пространство для партнеров, зачастую перегружая те или иные зоны, даже не получая там мяч и растягивая игроков Зенита. Причем в разных фазах атаки они оказывались разными. Он мешал прессингу, который Зенит пытался включить, но не понимал, как включаться в него, потому что постоянно оказывался свободный игрок. Ну, действительно, в этом смысле это в любом случае работа Надю Смана, потому что такие вещи не могут делать игроки просто индивидуально. Конечно, поэтому его сейчас и взяли в долгую перспективу, потому что рангник может теперь откатиться обратно на пост этого Демиурга, который там владеет всем миром, а тренировать команду должен человек, который может вдолго поддержать эту игру. Поэтому, собственно, Надю Сманы был приглашен в Лейпциг как человек, который может эту философию мировой современной модерновой агрессии подхватить. Модерновой или постмодерновой? Может быть, уже даже и постмодерновой. Смотри, вчера один коллега тебя пока ждал на подкаст, написал такую маленькую провокацию с твиттера. Как вы думаете, если Забицера запихать так на полгода хотя бы в чемпионат России, как быстро он перестанет быть Забицером? Ну, все зависит от... Мне тут же ответили, а вот крыховяк же не перестал быть. Ну, мне кажется, это совершенно разные еще типажные игроки. Крыховяк просто футболист довольно широкого потенциала, но его амплуа все равно это игрок такой центральной оси, неважно, на какую он позицию может играть, потому что он может и шестерку, и восьмерку. Но она не настолько сложная по трактовке. Он не игрок, который подстраивается под других партнеров в зависимости от требований тренера. Поэтому то, что я говорил про Забицера, он очень хорошо в тех командах, где выстроена игра. А крыховяк зачастую игрок, который может тянуть команду даже безструктурную. Он может ее создавать, ей как раз определенную структуру. Давай я тебе накину еще такую верховую передачу в стиле Караваева, который, как ты говоришь, с первой не может подать. Нет, я тебе этого не говорил. Я говорю, что первый контакт с мячом у него. Когда он... Объясню, что я имею в виду. Дмитрий, почему вы все время на меня орете? Позвольте. Так, пожалуйста. Когда он вбегает в мяч на скорости, зачастую контакт с мячом оказывается таким, что он не может следующую подачу делать с полного контроля. Ему приходится догонять и спасать. Мы вчера видели прекрасный эпизод, который показал, я считаю, все. Я с тобой не согласился в этом эпизоде, он не мог там с первой подать. Он не должен был делать с первой подать. Он должен был делать такое касание, чтобы не догонять мяч, а сделать подачу контролируемой. Ну, может быть, там лучше было его догонять, потому что перекрывал игрок в момент приема. Но он бы не подал, но он бы не подал. Он бы заперли в угловой и все. Дело все в том, что это повторяющийся эпизод. Я даже напомню с Бенфикой, когда он сумел тогда проткнуть мяч. И все равно у него дробило. Это я помню. Да, то есть, помнишь эпизод вчера с Сантосом? Сейчас мне скажешь, но я к тому, на что надо ориентироваться. Когда он сумел подобрать мяч, ближе к концу первого тайма это произошло, в том самом полуфланде, которого не существует, и успел пойти вправо, потом сменить направление влево, и каждый раз мяч находился под контролем. Это когда потом на нем штрафной заработали. По-моему, это как раз тот самый эпизод, которого не было. Но я просто хочу сказать, что насколько контроль мяча у Сантоса, и насколько контроль мяча у Караваева. Мы с тобой уже вчера не слышали. Да, 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 ну да, ну да, Караваев же уже. Нет, просто Караваев – это хороший, лимитный футболист. Лимитный, опять же, как и откат. Ты знаешь, у меня всегда лимитный. Такое слово. Я уверен, что если бы не было лимита, Зенит бы не брал такого игрока. Ну, видишься, Мак тоже вчера говорил, что лимит во всем виноват. Ну, на самом деле, не так было. Он упомянул об этом, скажем так. Ничего он там не сваливал, не перекладывал с больной на здоровую. Но, тем не менее, про лимит он сказал. Так вот, все-таки, о передаче почему вы вспомнили Караваева? Так я тебе накидываю, как Сантос, раз тебе не нравится Караваев. О, вот это с нее полегче атаковать. Один коллега тут написал, что он смотрел... То есть, мне не нужно шею отращивать трехметровую. Да. Он смотрел, как у Баса Досто. Он смотрел футбол по какому-то там польскому каналу, именно этот матч. И польский комментатор сказал, что игра Зенита напоминает автобус, на котором ездят в бедных странах. Это достаточно воскорбительная подача, я считаю. Ну, не к тому, чтобы надо опять сказать, что поляки нас ненавидят. Это просто такой мощный эпитет, но все-таки с уничтожительным окрасом. То есть, явно не оставляющий шансов на хорошую игру петербургского клуба. На хорошую отсылку петербургского клуба. Ну, это на другой взгляд, на ту же самую историю, я думаю. Это просто тот комментатор, который это сказал, просто опять-таки, видимо, не думает, что Лейпциг – это очень сильная команда, и с ней играть приходится именно так. Вот ты любишь людей всех за дураков держать? А хорошо, давай дальше пойдем. Болельщики... Я людей люблю просто. Болельщики «Зенита», которых ты тоже, несомненно, любишь. Они закидали инстаграм главного тренера «Зенита» всякими нехорошими словами. Обвинили его в том, что он трус. Что он... Да, серьезно. Ты представляешь, это вот сегодня вот с утра люди проснулись, и там вместо пожеланий удачи обычных, там, Сергей Богданович, мы вас любим, вот одно поражение, причем так вот по всем статьям, да? И вдруг человек получает вот такую вот историю. То есть, он должен был броситься на Лейпциг, не знаю, с двумя центральными защитниками, с двумя подтянутыми крайнями, как играет Лейпциг, да? Да, 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 чтобы они играли там на 25 метров от центрального. Ага, и догоняй, да? Ракицкий вчера и так, ты же видел, да, как забивался второй гол. Он шел на своей скорости, он реально шел на своей скорости, но он не смог человека накрыть, потому что там... Я не знаю, я не согласен, что здесь так прямо все ругают Ракицкого. Он в тех условиях физических, которые он находится, он просто не мог это... Но игроков же подбирают, все-таки, я думаю, в «Зените». Если они не могут брать под то, чтобы они соответствовали скоростям Лейпцига, тогда будет точно большой перекос. Если у нас будут такие игроки-иностранцы, которые вот этого уровня, и будут эти, все равно будет... Это как финиш на конькобежных или на велосипедных гонках, который идет в зачет по последнему, который приезжает, или по предпоследнему иногда, если в определенных типах соревнований. То есть, не нужно брать... Если у тебя, ну хорошо, возьмут, они там, не знаю, игрока, не знаю, каким-то неведомым образом Лапорта привезут. Ну что, один Лапорт что-то будет прямо... Он будет улучшать игру. Но от этого игра не станет... Колоссально не изменится. Возможно, с Лапортом доберут определенные очки. Но требовать от того, что... То есть, я считаю, «Зенита» хороший состав, который в России, скорее всего, станет чемпионом. И Ракицкий на уровне чемпионата России показывает, что это просто высочайший уровень игрок чемпионата России. Скорость, да... Я еще раз добавлю, у «Зенита» вообще общая скорость, как я уже сказал, и сзади, и спереди. Просто она не соответствует тем скоростям, которые предъявляются... Да, игроков подбирали именно под эту систему. То есть, пусть смотрят в футбол, а не только «Зенит». Но на самом деле, при этом, я могу сказать, ты вчера смеялся, но в то же время я ценю. Мне очень понравился баннер. Мне реально понравился. Я не смеялся над баннером, я просто сказал, что «Медведь» и «Волк» — это я, поднявшись на трибуну после двухчасовой дороги на стадион. Нет, ты что-то еще добавлял. Ну, я добавлял, что я не понял, что за Гэндальф с бородой. А, ну, я тоже не понял. Ну, выглядел очень. Ну, и ладно, ну, я смеялся. У меня был нервный смех, ты меня довел. Естественно, смешная ситуация. Нервный срыв. Нервный срыв у меня был, я готов был тебя убить. Спасибо, что не убил. Еще раз благодарю, даже перед всеми слушателями. Я очень рад. Никогда не слышал о Диме столько благодарности. Надо почаще ему грозить. Смотри, закрываем тему вот этого. И, в принципе, не то, чтобы закрываем тему матча, а вот этот вот разговор про то, испугались Лейпциг, не испугались Лейпциг. А вот скажи, пожалуйста, тренер Майнца Сандра Шварц, который очень влетел. Не видел матча. Я понимаю, я тоже его не видел. Я гипотетически тебя спрашиваю. Ты даже вот не дослушал, а уже опять перебиваешь в своей манере. Сейчас ты опять испугаешься у меня. Так вот, как ты думаешь, он не боялся влететь Лейпцигу 0-8? Я не знаю, я Майнца видел в последний раз в прошлом году. Не знаю. Я просто не буду говорить. Хорошо, а Вольсбург, да, со своим тренером, они тоже не боялись с Гласснером? Я понял твою мысль. В общем, я поддерживаю то, что вообще здесь говорить о трусости полный бред. Кристиан Штрайх, который обыграл с Фрайбургом Лейпциг через три дня после того, как они выиграли у Зенита первый матч у себя дома. Он боялся, вот когда выходил, как бы нам не влететь. Я убежал, что есть у тренеров определенная... Это нормальная боязнь, но как вот сейчас я тебя боюсь же. Ага, вот это. Вот они так же боятся тоже наверняка. Не, ну, ты должен опасаться. Я уверен, что страх – это вообще по жизни очень полезная вещь. Если бы кто-то кого-то не боялся, мы бы вообще до сих пор не сидели бы здесь. Не, ну, это понятно. Человек, который вообще ничего не боится, он одевод, скорее всего. Но, похоже, те, которые пишут о том, что Семак слишком испугался, вот они, ну, как бы... Было употреблено слово. Он не испугался, просто как тут на Спортсдейлеру сказал эксперт Сергей Веденеев, он, естественно, человек, который прошел школу Спалетти, считает, что Спалетти оказал на него самое большое влияние, он играл от того базиса, к которому... Главное, есть вопрос. Вот у нас есть такой подбор игроков с такими-то их характеристиками, с такими слабостями и силами. У них есть такой-то. Ну, вот... И я тебе хочу сказать даже, кстати, я вчера поговорил уже поздно ночью с некоторыми очень уважаемыми людьми в российском футболе. В полуночь, аж за полночь. Которые, как бы, всегда очень критично настроены. Бывают, да, если что-то происходит такое, дает им повод быть критично настроены. Даже они не нашли в себе слов сказать, слушай, ну, блин, вообще... Я вообще не знаю, я очень... Они прекрасно поняли, что произошло, что это реально вот упс был. Ну, конечно, приехала команда, с которой ты только знаешь... Хорошо, не Купс. Купс, чемпион Финляндии, между прочим. Между прочим, Купс, чемпион Финляндии, мы с тобой можем... Я знаю даже левого защитника, который Хик теперь берет оттуда. Кто там левый сейчас защитник, напомни мне? Я тебе хочу сказать, что Хик, это, кстати, команда из Хельсинки, которая в этом году даже, по-моему, в Еврокубке не попала. Хик берет отовсюду всех в Финляндии. Да, так я об этом говорю. И Купс у них переедет туда. Сейчас я уже могу сказать, я смотрел этого игрока для РФС, и я сказал, что это хороший добротный игрок, но я считаю, что есть интересные игроки. И когда мне сказали, вот, типа, а Хик-то взял, а ты для РФС не хотел, а я говорю, это совершенно логично, из своего чемпионата взять, это другая история. Конечно. Тем более, это для них Купс станет слабее, кстати, на следующий год. А скажи, раз уж он уже ушел, фамилию-то напомню. Да я не помню, какой-то колумбиец. 28 лет. А, помню все, колумбийцы, помню 28 лет, фамилию не помню. Если кого-то интересно, сами найдут. Ну, конечно. Сейчас вот я даже вижу себе, что все 300 человек, которые нас сейчас слушают, они сейчас просто ризутся смотреть, кто левый защитник Копио Пауло Сеура. Так вот. Давай, Зенит, закрывать. Давай, Зенит, закрывать. Я тебе дал почитать интервью, которое дал «Спорту день за днем» наш любимый, наш прекрасный, замечательный президент Рцгибирги Ауэ, мы все время обсуждаем с тобой, Рцгибирги Ауэ, Хельге Леонгард. Почему он дал это интервью? Потому что он был человек, который в 31 год, ну, не в свой 31 год, а в 31 год Доменико Тедеско, нынешнего тренера Спартака, который, наконец-то, проиграл матч в России и хоть чуть-чуть, вот как бы сейчас эйфория, так сказать, чуть-чуть спала, он дал ему шанс стать главным тренером профессиональной команды. Он у нас об этом поговорил, в принципе, как бы поддержал, что Тедеско хороший парень, что он остался, он умеет убеждать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но там самая главная вещь для меня была новость, которую, в общем-то, никто до этого особо не знал. Он прокомментировал возможное сотрудничество, которое сейчас обсуждается между Спартаком и Рцгибиргияуэ, командой, которая примерно, ну, вот по звону в мире такого же уровня, как Копио Пауло Сеура. Так вот... Как ты это выговариваешь? Ну, у меня музыкальный слух с детства. Я с детства велик. Да. Только играть ни на чем не научился, а так, в принципе, могу. На нервах моих. Ну, твоих-то, слушай, это мой любимый музыкальный инструмент. Так вот, как ты видишь себе это сотрудничество? Потому что он говорит, в первую очередь, о том, что Спартак мог бы сливать туда футболистов, которые не проходят. Я знаю. Это что, ЦОРН? Как раз ЦОРН будет их брать, а туда отдавать. Давай-давай, вперед. Вот давай-давай, на коня. Не, ну, смотри. Мне как раз хотелось, чтобы ты на нем поехал. Да, я не знаю, какой-нибудь хромой. Почему? Ну, что, плохая идея. Он туда отдаст какого-нибудь там Мыськина, Шиськина, знаешь, из Бугли. Ну, а что? Каждый игрок, который там в системе Спартака потянет? Я не знаю. Я тоже тебя хотел спросить. Так я не знаю. Ну, Хельги сказал, кстати, что и менеджмент у Спартака прекрасный. Поэтому ты знаешь. Да нет, там понятно, что все свои интересы имеют. И что произойдет из этого, я вообще не знаю. Я вполне допускаю, что там будут просто эти переводы денежные ходить туда-обратно, а игроки оставаться на местах. Ну, тем более, что Хельги раскрылся тем, что он знает давно Россию. Мне кажется, Хельги дальше познакомится с Гришей Ивановым, и вообще будет счастлив. Ну, мне кажется, это и есть такой Гриша Ивановым. А ты видел у Гришей Иванового ватсап? Да ты что? Нет, у него знаешь, как The Boss написано. Big Boss, Big Boss. Просто вот так. Так, слушай, а на самом деле, мне кажется, не надо не со Спартаком действительно с Уралом заключать договор. Да, просто. Так я уверен, что это путь к Уралу. И там рудные горы, здесь рудные горы. Да, через Спартак просто выход на настоящих своих побратимов. Ну, видишь как. Все-таки вот говорят, что все... Ацорн станет потом спортивным директором. Все поссорились, там Россию все ненавидят, там Россия тоже всех ненавидит. Все дружат, все люди братья. Дима, ты правильно делаешь, что любишь людей. Все готовы делать деньги и молодцы. Кстати, стоит их за это только похвалить, лишь бы не было войны. Ну, тут же на полном серьезе. Не, вот на это да. Кстати, я уверен, что это только уже другим людям, которые тоже любят. Совсем большие деньги, вот те, которые совсем большие, им-то война как раз нужна. А тем, кто так в среднее, им не нужно. Ну, вот видишь, когда же финал Кубка Либертадорес опять перенесли из Чили, перенесли из Чили в итоге в Беру. Но это никак вот им не сыграть. Уже, мне кажется, скоро в Анголе будут играть. Ну, кстати, это будет лучший финал Лиги Чемпионов Южной Америки, я думаю, потому что Фламинго сумасшедшая команда. Просто сумасшедшая. Мы можем с тобой это даже обсудить. Я даже обещаю тебе его посмотреть, этот финал. Это прекрасно. Мы с тобой в каком-нибудь подкасте обсудим, наберем игроков для Зенита, только ни хрена за это не получим с тобой. Нет, мы не будем о них говорить, потому что есть там игроки интересные. Не надо мне рассказать, что ты их в Ригу подпишешь себе. Кстати, как там закончила Рига? Они же в чемпионат закончили. Рига заняла первое место, а РФС второе. Мы говорим не о Риге, а об РФС. Я еще только начал. Процесс только еще проходит. Так всегда говорят, чтобы лишнее финансирование. Лучше всегда занять сразу второе место, чтобы было куда дергаться. А то по сутика уберут и скажут... Кубок выиграли. Кубок выиграли. Ну, хорошо. Так что первые трофеи вообще. Давай, у нас время сейчас наступило твоих открытий чудных. Поскольку про Куопи мы уже поговорили, ты принес какого-то футболиста, тоже, по-моему, левого защитника, которого... Он пока еще живой. ...которого нужно подписать срочно всем российским футболаммом. Я не говорю, что... Нет, кстати, всем... Нет, в России он вообще... Это игрок вообще другого уровня. Это игрок будет... Я абсолютно уверен, что... Ну, это будет игрок в топ-клубе железно, причем год-два. Здесь я... А может, даже и раньше. Его зовут Оуэн Виндаль, как я понял. Вы правда... Виндаль. О, прям даже вот так... Может быть, Вайндаль. Иной голландец тебе скажет. Вот. Я, честно говоря, несколько раз посмотрел и каждый раз смел с позиции критической. Наверное, типа, ну, что-то здесь не так. Наверное, соперник. Наверное, просто удачное время. Но... Да, у него есть определенные, наверное, ошибки. Позиционные, как у любого атакующего, который просто атакующего крайнего защитника. Еще выступающего в чемпионате Голландии. Ты забыл сказать, что не за Зет. А Зет вообще, я думал, все знают. Конечно, господи, все, конечно, знают. Виндаль, конечно, боже мой, 19 лет. Сергей, я просто думал, сейчас мне заинтересно будут писать, ну, ты дебил, ну, ты расскажешь. ну, Боя, ну, ты просто, уже все так уже давно посмотрели. Зашли, посмотрели там 4G, XG, но дело все в том, что реально игрок с сочетанием скоростных качеств, тонкости решений и выбора позиции действительно хорошие, потому что я говорю, что есть позиционные ошибки, просто потому что он оказывается часто так высоко, что приходится возвращаться. Но когда в позиционной обороне, он играет очень хорошо, он цепкий. То есть, и одна дополнительная характеристика, он посадил на скамейку Вияна, который в прошлом году играл за Зет. И все тут же сразу и которые тоже высоко ценятся. вот у Вияна сейчас можно, я уверен, подхватить довольно подешевке попробовать, потому что человек не играет. Я сейчас подумаю, что Виян это футболист Пупеника какого-нибудь. А у Виян такой с бородой. Да. Вот. И тем не менее, то есть, это человек, который тоже был, высоко ценился, и я думаю, на него тоже есть спрос, но когда появляется такой молодой парень, и он только в этом сезоне первый раз сыграл. Может быть, в прошлом выходил немного. Там вообще хорошее поколение у АЗ. И очень интересный тренер. Прям очень интересный тренер. Я не помню, с какой-то маленькой командой голландской он перешел. Ну, вполне нормальный путь для голландских тренеров. Просто любопытно, выйдут ли они в Лиге Европы из группы, потому что там все-таки Манчестин, это партизан. Астана в этом сезоне слабая, хотя... Всегда-то была просто... Ну, всегда была поинтереснее, между прочим. Я могу сказать, вот без аценирования не нужно здесь. Завтра как раз у АЗ игра в Астане, там на этой синтетике, может быть, там сложности будут. Там могут и влететь, на самом деле. Да, поэтому это очень важный матч с этой точки зрения. Но за АЗ вообще всем советую смотреть. И, кстати, здесь я не только один я, я знаю твой друг тоже, которого ты высоко ценишь, чем другого человека, который тоже говорит о футбольной аналитике. А, да. Да. Вот он тоже, я видел, пишет у себя о том, что АЗ это сейчас прям... Ну, я почему? Я даже могу раскрыть, потому что я за Михашонка, а Дима за Лукомского. Вот так вот. Нет, ну, я не настолько так, просто мне... Нет, ты так. Мне, просто мне очень удобно воспринимать Лукомского, мне легко читаются его тексты и слушаются его... Ну, может быть, ты родился под печатной машинкой, откуда я тебя знаю. Дима дал нам советы смотреть Вейндаля, мы дадим ему совет срочно передать эту кандидатуру Григорию Иванову и посмотреть, как они откажутся от футболиста по какой-нибудь причине весьма веской для российского футбола. Я знаю, какая. У него именно Райола агент. Невозможно подписать... У Иванова? У Вейндаля. А получается, лучше подписывать тех игроков, в которых нет агентов, чтобы иметь определенный процент от последующих продаж. Да, уж с Миной Райолой, боюсь, даже Иванову будет тяжело. Вообще, посмотрел бы я эту встречу. Да, представляешь? В красном углу, в синем углу. Тут Михашонок с Лукомским просто завянут оба, представляешь? И в чем завянут, в чем в ближайшую неделю говорить вообще не смогут. В общем, это я все к тому, что надо тебя гнать уже отсюда. Да, правильно. Сегодня Дима на удивление компетентно выступил. Честно говоря, давно не слышал его столь здравым и, хотел сказать, трезвым. Спасибо тебе большое за такой сегодня обстоятельный разговор, уже безо всяких шуток. Мы обсудили, я считаю, достаточно быстренько и подробненько самые главные темы прошедших дней. И, надеюсь, в следующий раз найдем топик уже такой по-настоящему серьезный, когда Дима, наконец, перестанет быть таким занудой. Всем всего хорошего. Да, всем спасибо. Слушайте нас дальше, смотрите дальше матч Локомотив-Ювентас. Да, иди бороться за нудством. Это безнадежная борьба. Все, всем пока.